Организовали родительское собрание прямо на улице в самый разгар летних каникул. Родители ученики физико-технического лицея с беспокойством ожидают начала нового учебного года под руководством нового директора. Школа нас целиком и полностью устраивала. Нам все там нравилось от порядка до наук, которые нашим детям вкладывали в голову заботливые учителя. И мы сейчас боимся потерять вот это вот счастье научное, трудовое. Теперь они собирают подписи, чтобы поддержать уволенную по статье Людмилу Правдину. В лицея она проработала 25 лет, 8 из которых в должности директора. За время преподавания она воспитала сотни успешных учеников, сейчас многие из них в недоумении, за что уволили заслуженного учителя. Мне кажется, что с точки зрения закона наверняка все вполне законно в этом вопросе. Но я могу сказать, что с ее деятельностью просто как непосредственно руководитель школы я не очень знаком. И поэтому какой-то оценки такой, исключительно кроме как эмоциональной, конечно же, этому вопросу я дать никак не могу. Не рискуют давать личную оценку увольнению Людмилы Правдиной, потому что официальная версия известна только тем, кто принял кардинальное кадровое решение. На встрече с журналистами глава города Олег Грищенко разъясняет ситуацию. Как его проинформировали, экс-директор ФТЛ организовала Центр молодежного инновационного творчества без соответствующего согласования. С комитетом управления имущества города аренда площадей не согласовывалась. То есть фирма выигрывает грант. Но я так понимаю, грант она не просто так выиграла. Соответственно, инновационный центр начинает работать. Частный, на территории муниципальной школы. За финансовое нарушение Людмила Правдина лишилась должности. По словам руководства города, решение об увольнении принято окончательно. Но это не значит, что заслуженный педагог не сможет найти себе работу в сфере образования. Кроме того, родители и учеников просят не переживать. Престиж физико-технического лицея с кадровыми перестановками не понизится.